Друзья, приветствую вас на канале Политека, как всегда, благодарны вам за ваше внимание к нашему проекту. Игорь Масичук с нами на связи сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте, рад видеть. Здравствуйте, Эдуард, здравствуйте, дорогие зрители. Друзья, напомню об авторском проекте Игоря Владимировича, также и на платформе YouTube. Подписывайтесь, ссылка разместим в описании к этому видео, и много полезной, интересной и инсайдерской информации вы найдете на его канале. Игорь Владимирович, читаю сегодня синоптиков, предупреждаю, что адская жара снова возвращается в Украину. В ближайшие дни градус будет повышен в центре, на юге, местами на севере и востоке. Ну, прям как во время, скажем так, полномасштабного отражения России в Украину. И вот спрошу вас в контексте войны, на фоне Курской операции, многочисленных заявлений политиков, жара, она снова возвращается в Украину? И градус повышен? Градус повышен, насколько сейчас и поднят, что, ну, наверное, за последние 10 лет я такого не помню. Даже в первые дни полномасштабной агрессии, градус, может, был в чем-то и выше, но сопротивляемость организма, сопротивляемость Украины была намного выше и мотивированность и тому подобное. К сожалению, зеленые ликвидаторы нашей независимости, 33-летие которой мы будем отмечать через несколько дней, добиваются, доходят до своего, и страна пребывает в тяжелейшей, я бы сказал, в критической просто ситуации. На фронтах и успехами в Курской области на территории РФ нельзя перекрыть потери украинского Донбасса, военную катастрофу на украинском Донбассе, которая может обернуться, да не может, а обернется угрозой, которую придется как-то ликвидировать, угрозой Днепру, Запорожью, Кривому Рогу. Я уже говорил о том, что выход российских войск на покров Синельникова, это не просто выход на административные организации Днепропетровской области, это возможность разрушить гладкоствольные артиллерии и РСЗО, железнодорожные узлы в Павлограде, которые есть ключевыми логистическими не только для Донбасса, а и для Днепра, за прочим, Кривого Рога. Это с военной точки зрения. Но и внутренний градус в стране накаляется. Президент, а вернее гражданин, который пока что на этой должности, Зеленский, делает все для внутреннего противостояния между украинцами. И тут он выступает как ликвидатор. Понимаете, он, когда сказал о создании Министерства Единства Украинского, а перед этим кошмарили, перекошмарили и продолжают кошмарить украинцев за границей, но у меня дежавю, перед вторжением, вы помните, указ президента День Единания за несколько дней. Я уже боюсь. Это человек не о единстве, это человек о руине. И мне страшно от того, что он вчера в Днепр приехал, потому что куда не приедет, как черная мета, как какой-то черный лебедь летает. Градус зашкаливает. Голосуют запрет УПЦ. На самом деле и УПЦ не запрещают. И страну ставят, ну, граждан, на грань противостояния войны. Выгоду получают только политики. Ну и Градус просто действительно бурлит все. Такое впечатление, что это команда зеленых ликвидаторов нашей государственности и утилизаторов нашего народа, что они готовы взорвать все просто. По поводу взорвать, скажем так. Издание New York Times пишет, что накануне операции Владимир Зеленский подавал множественные сигналы о готовности к переговорам. Лично заявлял о возможности завершить войну уже в этом году. Но атака на Курскую область, она разбила в пух и прах прогнозы, что две страны могут двигаться к прекращению огня. Теперь же Киев делает рискованную ставку на то, что вторжение даст новые рычаги для заключения выгодной сделки с Кремлем. И два бывших российских чиновника заявили, что перспективы переговоров о прекращении огня стали более отдаленными. Один из них даже сказал, что Путин сейчас нацелен не на мир, а только на месть. На переговорах пока ставится крест? Рейдом в Курскую область был поставлен крест на переговорах. Был поставлен крест на поисках на нынешнем этапе войны компромиссов. Но трагедия Курского рейда не в этом. Трагедия его в потере украинского Донбасса, в сдаче украинского Донбасса, фактически успехом Курского рейда, временным успехом, насколько мы понимаем, потому что территорию уже даже взорванными мостами ограждают, прикрывают по факту сдачу украинского Донбасса. Нью-Йорк впал, когда резк бои, Мироноград практически стер с лица земли, ну и так далее, и так далее. Это катастрофа, это военная катастрофа авторства Владимира Зеленского. Сейчас на Западе лоббисты Офиса Президента пытаются размещать статьи о том, что инициатором Курского рейда являлся главком вооруженных сил Сырский. Ну, это элемент перекладывания вины в случае чего. У нас такое практикуется, у нас виноват же кто угодно, кроме наиволючнейшего и наипотушнейшего. И ситуация складывается так, что мы можем стоять на, будем говорить, на грани военной катастрофы общей, спасти от нее, как в феврале 22-го, может только украинский народ, но Зеленский насколько, насколько фактически демотивировал и сделал все для демотивации нации, что я теперь слабо понимаю, что нам делать и как нам спасти государственность и спасти жизнь нации. Ну, вы знаете, я вот сегодня даже анализировал перед нашим общением с вами, что я уже не помню за последний, наверное, месяц тех разговоров, которые были ранее. Там саммит мира, а вот будут встречи, а вот подготовки. Вообще полнейшая тишина, когда в свое время мы из, как говорят, каждого утюга об этом только и слышали. Смотрите, им не нужен мир, потому что мир – это выборы, выборы – это потеря власти, потеря власти – это ответственность и невозможность воровать. Впоследственная связь, непосредственная между тем, что я сказал, можно в любом примере приводить. Зеленский и банда зеленых мародеров не пойдут на мир. Они делают все, чтобы максимально поднять ставки. Им не важно количество погибших украинцев. Им не важно будущее украинской нации. Им важно сохранить власть, сохранить должности, сохранить возможность и доступ к бюджету, возможность его мародерей. Вот это что для них важно. Количество погибших украинцев, погибших мужчин украинцев, количество покинувших Украину безвозвратно украинцев, увеличивается с каждым днем. Уже сейчас демографы говорят, что Украина либо будет очень маленькой, и нация будет помещаться, как какая-то маленькая прибалтийская страна, либо как большая, но не страна украинцев, а такая моно, вернее, мультирелигиозная, мультинациональная, мультикультурная, то есть, ну, такое что-то. Украина без украинцев, будем так говорить. Вот это план Зеленского, и он срабатывает. И он срабатывает. Ну, это, Игорь Владимирович, вы сейчас страшное будущее описываете. Так, я описываю то, что происходит на наших глазах. Смотрите, давайте разберемся по элементам, да, как я говорю. Население Украины сокращено в три раза за счет погибших, выехавших, особенно Мускуя. Рождаемость упала на уровень средневековой руины. Это факт, это статистика, это не Масичук говорит, это факт. Духовность. Навязываются мультикультурные ценности, несвойственные нашему народу полным ходом. Школьные программы везде. Говорят о том, что надо завозить мигрантов, чтобы отстраивать Украину. С каждого утюга, вы сами, наверное, слушаете. Конечно, Лебанова говорила, 300 тысяч в год. Да. Запрет УПЦ. Это же не запрет УПЦ. Это элемент борьбы с православием. То есть традиционный религий большинства украинцев. Смена календаря церковного. Вот эти все вещи. То есть это все действия программы глобалистов. Вы же посмотрите, как обнимается Андрей Борисович Ермак, нехай святится имя его, с младшим Соросом. Понимаете? То есть, а советники, которых берет Зеленский, ну там откровенные сатанисты есть. Даже, смотрите, закон о запрете УПЦ, который ее не запретил, но который возбудил и будет возбуждать общество в ближайшее время, противопоставляя украинцев украинцев, даже это принято с элементом, который должен втянуть в этот процесс религии и противопоставить. Смотрите, советский еврей Зеленский, который является открытым атеистом, я общаюсь с его друзьями, бывшими, знакомыми, ну теми, кто его знают, они говорят, ну какая синагога, какая церковь, вы о чем? Вот, он выносит закон, он выносит закон, который является исключительно внутренне православным. Раз. Второе. Он на благословление этого закона замет и включает в эфир, и это показывает всей стране, Ксенза, Равина и Униата. Это для чего делается? Для чего втягивать представителей других религиозных направлений, церков, конфессий в этот конфликт? Зачем? Если есть государственное решение, государство должно его принять. Причем они тут. Для чего это делается? Чтобы стравить украинцев? Чтобы поднять волну антисемитизма? Так она захлестнет и уничтожит страну. Для этого это делается? Для чего? Потом давайте посмотрим в этом же контексте на то, кто какие дивиденды от этого получит. Народ никакие. УПЦ станет еще сильнее, потому что гонимая церковь всегда становится большую поддержку имеющим государственным. То есть это УПЦ, они помогают этими действиями, Зеленский и Компания. Политики этим воспользуются. Петр Алексеевич будет бегать и продавать это как свою победу. Уже бегает. Все записывали. По всех своих утюгах возможно. ОПЦ попробует с помощью этого вернуться в политическое поле. Будут разворачивать флаг борьбы за УПЦ и за православие. У меня только вопрос. Там проголосован в первом чтении законопроект о лишении награды предателями Родины. Бойко и Юру будут лишать звания Героя Украины? Или он уже одноповторное заслужил, служа Зеленскому? Понимаете? Вот такой вот вопрос. А, ну еще Зеленский выгоду получит. Он будет как дурак с писаной торбой бегать по миру и таким Соросом и им подобным продавать то, что он строит тут мультикультурное, мультирелигиозное, мультиобщество. И дайте под это денег. Желательно побольше и не контролируйте. Вот и все. Ну и чтобы уже поставить точку в этой истории, скажу так. Власть делает все, чтобы иметь исключительно дружескую к себе религиозную общину и минимализировать ее так же. Потому что ПЦУ, к сожалению, не имеет права не то, чтобы патриарха избирать, а даже без разрешения с Константинополя митрополита своего. Не имеет права варить мира. Не имеет права, это очень важно, открывать церкви за границей, при том количестве украинцев за границей. Так вот это является сейчас государственной структурой. А всех остальных православных, даже патриарха Филарета, благодаря которому они появились, эти ПЦУшники, они кинули, предали, они запрещают его так же. Все. Понимаете? Он какое отношение к московскому патриархату имеет? Никакого. Он первый восстал против Москвы. И он и сейчас говорит, нам нужен киевский патриархат. Нам не надо патриархат греческий, стамбульский, московский. Нам надо киевский патриархат. Но в ответ тишина. В ответ запрет всем приглашать Филарета в эфиры. Ну на гос какие-то или подконтрольные площадки. Запрет там говорить, показывать. Никто, никто не должен звать ни на какие урочистости. 95-летний патриарх, который их породил, который высветил Епифания, ну и вот этих всех товарищей комсомольцев, он идет, например, на день Голодомора, потому что его не приглашают. Молиться на час раньше к мемориалу. Вдумайтесь. Вдумайтесь. Или на час раньше на какое-то другое событие. Или позже. Потому что не пригласили. 95-летием поздравил президент только после того, как я сделал публикацию, что у него вообще уже с головой, ну если он такое делает, что-то случилось. То есть с опозданием на две недели. Чтобы вы понимали. А некоторые забыли вообще. Так у меня вопрос. Вас же не церковь интересует. Вас, дети, уничтожение, вера, православие и всего. Вот это вас антихристы интересуют. Друзья, вы напишите в комментариях, что думаете по этим темам, которые сегодня звучат. И ваше мнение нам также интересно. Пишите ваши вопросы. А мы, Игорь Владимирович, все-таки вернемся к началу нашего разговора. Что дальше, скажем так, после Курска? Поскольку есть заявление этого уже довольно известного командира спецназа Ахмат Алаундинова. И он говорит, что бои, тут интересная формулировка, бои в Курской области закончатся через 2-3 месяца, как и вся СВО. Ну то есть по факту, если так разложить эту математику, войны, это все снова сводится к тому, что после после выборов Соединенных Штатов Америки война может быть закончена? Послушайте, будет ли закончена война после выборов Соединенных Штатов? Не факт. Именно действия в Курской области и все там события происходящие начали выстраивать тот коридор войны, в который должен попасть новый избранный президент США, будь то Трамп, будь то Камова, и идти по нему, чтобы не свернуть ни на какую мирную площадку. Теперь еще один момент. Смотрите. Будет ли шанс после выборов США на мир? Будет. Но им должны мы воспользоваться. А наше руководство делает все, чтобы к выборам этого шанса не было. Чтобы его стереть просто, чтобы этой возможности не было. А то если мир, выборы, их помножат на ноль, в Антанаму заберут, спросят, где бабки американские, с кем воровали. Вот вся история. Поэтому шанс на мир есть, но он встает все меньше, меньше и меньше. Я говорил и повторяюсь, не надо ссылаться на то, что мир придет сам, без никаких этих сам, без никаких трудностей, проблем, и придет он в результате, будем говорить так, выборов в Соединенных Штатах. Нет. Это может дать шанс на мирное урегулирование, но этим шансом должны пользоваться исключительно мы, а не кто-либо другой. Мы. Ну и все. Да. Ну, видите, там в целом вообще интересные такие даты мы наблюдаем. Путин, по информации, сказал, что армия Российской Федерации должна вытеснить украинские силы до 1 октября с Курской области. Ну, мы будем, конечно, наблюдать в целом, как оно будет развиваться. Тут еще интересно на фоне всего, что происходит. Сейчас, вот сегодня, условно говоря, активно обсуждают новое интервью Александра Григоровича. И он, скажем так, первую часть об одном, а вторую часть своего интервью диаметрально противоположна, мне кажется, по риторике, поскольку в первой части там и ядерная война, и Запад готов уже вступить в эту войну. А потом Лукашенко меняет свою риторику и говорит, все, уже Украина деноцифицирована, никаких там нациков нет. Ну, и сказал, что 70% украинцев, они ненавидят Владимира Зеленского, что пора уже начинать эти переговоры. На кого, скажем так, больше этот посыл, этот сигнал работает, по вашему мнению? Смотрите, я разделил на две части интервью Лукашенко, притом не на те, которые вы поделили, у меня немного другая градация. Начну с другой части. Лукашенко в интервью прощупывает почву трансфера власти в Беларуси, и он там говорит, что белорусы должны привыкнуть, что я не всегда буду президентом, и что другой человек займет эту должность, не называя пока никого, прощупывает реакцию внутреннюю. Там же видео, как тетеньке сказать, ой-ой-ой, на кого, условно говоря, на кого же вы нас оставите, это не значит, что будет сегодня, завтра, послезавтра. Да, смотрите, дело в том, что у нас в Белоруссии летом следующего года выборы. И я не исключаю, что Лукашенко попробует красиво отойти от власти, провести красивый трансфер власти, в своих в том числе, ну, как бы, интересов. Второй момент касается внешне политической ситуации, а точнее войны российско-украинской. И вот тут вы правильно подметили, что антизападная риторика как была, так и осталась. Ну, давайте погладим Украину, давайте поговорим о мире, давайте об этом. Почему? Потому что Лукашенко хочет пропетлять от войны. Он петляет третий год, как может, чтобы не вступать в войну с Украиной. Он стянул войска сейчас на границу с Украиной. Он это, но он делает все, как государственный деятель, можно его любить, не любить, считать тираном, ну, кем угодно, но он делает все для того, чтобы не допустить вовлечения своей страны в войну. Причины, он прекрасно понимает, что Беларусь в этой войне могут разменять. Мало того, что это жертвы, это прокленные, это плащ, кровь, слезы, ну, война любая такая, так еще и Беларусь разменять могут. Посему он петляет, он говорит, все уже динозифицировал, давайте, хлопчик, засел, переговорив, я вам сил, там, по 100 грамм налью, ну и тому подобное. Тем более, он прекрасно понимает, что в нынешней ситуации, после Курского рейда, он, ого-го, он, ага-га, единственный миротворец. Путин, не прощу вторжения, Зеленский, война до победного конца, Запад разбежался кто куда, и Восток, да, а Лукашенко, мы за мир. А почему, потому что подобная риторика в интересах и у вас страны? Ну, с другой стороны, видите, как Блумберг сообщает, да, согласен, тут он, конечно, будет выступать не как миротворец, а, как было сказано, как некий посыльный. А Моди буквально вот скоро должен тоже посетить Украину, и Блумберг говорит о том, что Моди вроде бы согласился неким быть посредником передачи сообщений между Зеленским и Путиным. Я не сильно в это верю. Вообще индийская история, это история компромиссов стран, которые на территории Украины выясняют между собой интерес. Ну, ни для кого не тайно, что Британия имеет грандиозное влияние на политику Индии. Индия добилась независимости от британской короны, но несмотря на это экономически, ну, по многим-многим показателям она привязана к Британии. К примеру, многие говорят, британцы самые верные союзники Украины в этой войне. В чем-то да, но давайте с другой стороны посмотрим. Эмбарго на российскую нафту провалилась. Почему? Потому что российская нефть массово идет в Индию. В Индии она перерабатывается и продается, в том числе куда? В европейские и другие страны. Делает это компания, собственниками которой являются не индусы, а в основном бриты, британцы. Поэтому война войной, а нефть по расписанию. Война войной, а газ по расписанию. То есть все завязано на бабу. Никто даже не подумал поставки газа останавливать никуда. Но, Игорь Владимирович, это ведь из той же оперы, не знаю, насколько можно вообще в целом доверять такой информации, но мне кажется, что в принципе это соответствует действительности. Когда Блумберг говорит, что Владимир Зеленский уговаривал западных лидеров помочь вернуть в Украину мужчин боеспособного возраста. Но там в чем был интересный вопрос. Что политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока продолжается война. По оценке журналистов, ключевым фактором для отказа был экономический вопрос. Потому что большая часть Центральной и Восточной Европы испытывает нехватку рабочей силы. Такие страны, как Польша и Чешская Республика, просто не хотят терять людей. Это снова же такие, еще одно подтверждение, ничего личного, просто бизнес. Ну, смотрите. Во-первых, то, что просил Зеленский, это нарушение международного права. Нельзя беженца вернуть никуда. Более того, часть военно обязанных граждан Украины проживают в этих странах больше 10 лет. На легальных основаниях. На легальных основаниях. Платят налоги, живут, детей нарожали, ну и так далее, и так далее. Оставаясь за гражданами Украины. Исходя из этой всей истории, я делаю вывод, что, ну это опять же единство, вот он, министерство единства придумал перед этим, пославший всех украинцев за границу. Я про Зеленского. Ну, вот так же штамм. Интерес европейцев, восточных европейцев к украинской рабочей силе, он огромный. Они не просто не выдворят никого, они даже, когда война закончится, будут создавать все условия, чтобы остались. Чтобы жили на две страны, чтобы остались зарабатывать и тому подобное. Это правда, что если сейчас убрать украинцев с Польши и Чехии, экономика этих двух стран может рухнуть. Например, для Германии, для Италии, украинцев как рабочая сила, как мигранты намного, в разы, в сотни разы лучше, чем представители арабского мира, африканских стран, ну, мигранты. Поэтому идут всегда навстречу мигрантам нашим, а не тем. В Италии, так как правая партия, братья Италии при власти, там риторика антиэмигрантская присутствует в СМИ, присутствует в политических дебатах. Несколько раз мне вырезали, присылали там и видео, и цитаты, когда говорят, но это не касается белой миграции, это не касается украинцев беженцев от войны. Понимаете, да? То есть мы против миграции, но этих за, потому что эти вписываются, и эти работящие, эти работают, и всё. То есть выходит человек, который занимает должность президента у нас, посылает самых квалифицированных, умных, работящих. Они едут по всему миру, а потом он говорит, а вы мне верните их. Таких никто не вернёт. Вернутся ли они сами? Ну, не при этой власти точно, а дальше как бордос. Ну, а в целом, кстати, вы знаете, в последнее время мы слышим неоднократно заявление, что Украина нуждается в армии. И мне кажется, ещё и часто слышим, когда говорят о сокращении призывного возраста для такого резкого увеличения количества мобилизованных. Ну и в том числе, конечно, это всё связано из нарастающего продвижения на Донбасском направлении. Вот с этой стороны, мне кажется, курская операция, она могла бы стать хорошим таким подспорьем, объяви Путин мобилизацию, Зеленский был бы вынужден тоже сделать ответный шаг. Но Путин не объявил. И теперь, возможно, украинская власть думает, каким образом преподнести понижение мобилизационного возраста, но пока вариантов не особо находит. Смотрите, ситуация, Эдуард, следующая. Мы можем увеличить мобилизацию за счёт снижения мобилизационного возраста. Но мы тогда должны чётко сказать. Ребята, эта война возможно приведёт к смерти нашей нации. Эта война, возможно, убьёт нашу нацию. Готовы мы к этому? Я говорю о вещах планетарного масштаба сейчас, о трагедиях планетарного масштаба. Целая нация под вопросом. Потому что снижение мобилизационного возраста ещё в несколько раз уменьшит рождаемость, увеличит смертность мужчин детородного возраста. Это трагедия. Нам надо думать не о снижении мобилизационного возраста, а нам надо думать, как окончить войну, вернуть мир на нашу землю и спасать нацию. Потому что она уже подвешена этими правителями на полосинку над пропастью. Да. Игорь Владимирович, я хочу закончить, скажем так, тезисами из интервью и прогнозами. Из интервью министра обороны Украины Ивана Гаврилюка. Там довольно такие важные, мне кажется, заявления. Он говорит, что Россия стремительно наращивает военное присутствие Украины, в начале года группировка РФ насчитывала 440 тысяч человек, то к концу года ожидается и рост до 800 тысяч человек. Мобилизация в Украине пока не обеспечивает потребности войск. Экономика Украины пока не переведена на военные рельсы. Западная поддержка не увеличивается и уже не будет увеличиваться. Вот последние три заявления, они уж очень не оптимистичны, и возникает простой логичный вопрос. Как мы дальше будем воевать? Смотрите, если б сказал замминистра обороны, а я или вы, уже б сказали агент уха, рука, нос, нюх Кремля, я не знаю, кто там еще. Но это сказал замминистра обороны. Я хотел бы, чтобы каждый гражданин наш Украины, внимательно и очень серьезно отнесся к этому, проанализировал, сможем ли мы при таких обстоятельствах продолжать войну и к чему она приведет. И если наши зеленые правители будут нас опять толкать на какие-то военные или полувоенные авантюры с целью остаться у власти и так далее, я думаю, что тогда граждане должны будут сказать свое слово. Эта информация, она должна быть основой к тому, что сейчас уже надо задавать вопросы правителям. А как вы, ну вот озвучил, да, замминистра, а как вы видите продолжение войны при таких обстоятельствах? Вот давайте сейчас, пускай наши зрители в комментариях напишут, возможно ли при таких обстоятельствах дальнейшее продолжение войны, к чему это приведет. Да, здесь большой вопрос, возможно даже риторический. Друзья, мы благодарны вам за ваше внимание к нашему проекту, не забудьте также и подписаться, кто еще не подписан, пишите ваши вопросы, комментарии и будьте вместе с нами. Напомню, аторский проект Игоря Масичука, ссылку оставим в описании к этому видео. Игорь Владимирович, был рад видеть вам доброго здоровья и до новой встречи. Спасибо вам, спасибо нашим зрителям, будем жить.